Для выпускников общеобразовательных учреждений наступило время окончательно определиться с выбором будущей профессии. В Якутии стартовала приемная кампания. Более 8,5 тысяч выпускников школ, сдавших единый госэкзамен, заполняют кабинеты приемных комиссий. Марьяна Кутукова продолжит. Приемная кампания в Северо-Восточном федеральном университете началась 19 июня. На сегодняшний день подано более 500 заявлений. Больше всего документов поступило в те факультеты и институты, где уже известны результаты единого государственного экзамена. Это инженерно-технический институт, а также институт математики и информатики. Большой поток абитуриентов ожидается после оглашения результатов экзаменов по химии, иностранному языку и истории. План приема у нас на бюджетные места по очной форме по программам бакалавриата и специалитета составляет 1979 мест. Платный прием у нас составляет примерно порядка 800-900 мест. Он может быть, конечно же, перевыполнен. Первые приказы на зачисление по программам бакалавриата и специалитета выйдут 29 июля. Это у нас будут зачисления целевиков, лиц с особыми правами, лиц, поступающих в преступительные испытания. А окончательные итоги приема на бюджетные места у нас будут 8 и августа. Республиканская приемная кампания высшеучебное заведение России стартовала 26 июня и продлится до 5 июля включительно. Работа приемной кампании в центровузы проводится в два этапа. Первый в форме региональной олимпиады прошел в марте. По ее результатам 600 молодых людей были рекомендованы для поступления. Наиболее приоритетными направлениями остаются техническая и технологическая сферы. В этом году спектр городов и вузов по аналогии прошлых лет около 50 вузов, по 100 специальностям получается. Но остальные большие города представлены. На данный момент у нас поступило около 15 заявлений от абитуриентов. Но это обусловлено тем, что сейчас в настоящее время не все ребята получили аттестат. Ожидаем поток через 2-3 дня. Мы принимаем документы без результатов ЕГЭ. То есть если ребята известны некоторые, ну два экзамена уже известны, они могут уже подавать к нам документы. Основной поток абитуриентов после оглашения результатов ЕГЭ и получения дипломов ожидают и в Якутской государственно-сельскохозяйственной академии. В этом году планируем набрать 1200 студентов на первый курс. Исходя из анализа прошлого года у нас востребованностью пользуются такие направления, как землеустройство и кадастры, ветеринария, агрономия и агроинженерия. И с прошлого года в связи с открытием пользуются популярностью специальности среднего профессионального образования, юриста и бухгалтера. Отметим, что прием документов для выпускников школ продлится до 26 июля, для выпускников СПО до 15 августа. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, НБК Саха, Якутск.